друзья всем здравствуйте меня юрий зовут это канал тик так мир мир японских часов обзоры японских моделей в том числе супер редких такая как сегодня модель s lg h 005 за 10 лет практически что я интересуюсь японцами это самые интересные часы что я увидел у японцев давайте начнем с того что эта серия называется белая береза и это одни из самых близких по духу часов для русского человека как я считаю но посвящены они японскому лесу как вы можете видеть на циферблате отображена гора березы березовый лес этот лес находится возле дизайнерской студии грандсейка по сути дома грандсейк где производится часы студия называется судзу куиси березовый лес рядом с данной студии является одними самых красивых японии широко бы называется он по японски посмотрите как выполнен циферблат можно сказать что это 3d то есть полностью есть вырезы до впадины и возвышенности и так далее ни одна картинка даже фотографии не передают красоты циферблат и его цвет его оттенок в жизни он примерно такой как вы видите сейчас то есть можно сказать что он немного поблескивает он не матовый как думали многие изначально когда часы выходили в продажу и в данный момент этот циферблат по праву считается одним из самых красивых в японии среди грандсейка можно сравнить данную новинку с моделькой sbj 211 так называемый снежок снежинка здесь также интереснейший циферблат посмотрите всем известная модель одна из самых популярных у сейка на спринг драйве может быть видно не лучшим образом но если посмотрите картинки в интернете то поймете именно текстуру данного циферблата она интересна она красивая давайте отвлечемся от циферблата мы к нему безусловно еще вернемся сейчас расскажу общие моменты по часам начнем с стоимости как вы видите на ярлыке миллион с небольшим йен это примерно девять с половиной десять тысяч евро стоит эта модель и это одна из самых дорогих моделей в линейке не лимитированной серии то есть модель стандартная неограниченного выпуска и одна из самых дорогих данный момент у грандсейка это при том что сделаны они стали то есть браслет корпус выполнены из стали естественно полировка за рацию куда без нее это само собой разумеющийся причем полировка идеальная переход между гранями шикарнейший мне очень нравится на безеле посмотрите сверху также есть полировка при этом сам безель с торцов глянцевый и матовая полировка на верхней грани в живую это выглядит очень красиво и когда часы в руки берешь понимаешь за что же здесь просят деньги сапфировое стекло также не дешевая она с на стороне мотибликом но посмотрите на его форму мало того что она выпукла так она еще и скажем так коробообразная кстати часы относятся к линейке историческая коллекция то есть предполагается что это модель из серии вечной классики также можно отметить довольно таки широкий браслет 22 миллиметра и он не особо то сужается к середине это сделано специальной компании сейка сделали они новый эргономичный корпус за счет такого тяжелого браслета смещен центр тяжести вниз и часы удобно сидят на руке никуда не съезжают вообще данный корпус мы с вами уже видели был обзор модели slgh 003 то были часы синим циферблатом лимитка к 60-летию компании гранд сейка также в том ролике рассказывал что в данном корпусе и на данном механизме вышла модели слгаш 002 из чистого золота за очень дорого модель слгаш 005 та которая на вашем экране это первая серийная модель данном корпусе и с механизмом новым 9s и 5 он называется механизм не просто новый хайбит механизм на самом деле гордость компании сейка которая работала над его созданием 9 лет представляете 9 лет было произведено более 100 тысяч разнообразных тестов в том числе даже форма пружины тестировалась более восьмидесяти тысяч раз для максимального достижения меньшей энергозатратности и лучшего ресурса механизма вы можете видеть что в отличие от других гранд сейка и в отличие от других японских часов компания уделила внимание обработки самого механизма в том числе ротора огромный вырез по центру который не мешает любоваться механизмом красивейшим механизм 9s и 5 имеет своем арсенале 47 камней частота 36000 полоколебаний в час точность хода плюс 5 минус 3 секунды в сутки но в реальности они идут гораздо точнее хотя сама по себе точность уже феноменальна и особо любознательные зрители могут увидеть колесо баланса которое не совсем обычной формы точнее ну необычной формы друзья это пожалуй самая главная особенность нового механизма сейка придумала инновационный спуск так называемый двойной импульсный спуск еще раз повторюсь что работали над созданием данного механизма девять лет и придумали двойной импульсный спуск друзья я не часовой дел мастер поэтому прям вот внятно и понятно на пальцах объяснить не смогу но если в двух словах за счет нового двойного спуска ключевое слово двойной идет именно распределение силы натяжения пружины в двух направлениях если в обычных механизмах спуск одинарный то здесь он двойной то есть одна функция спуска работает независимо от другой функции спуска за счет чего меньше трения удалось добиться увеличение запаса хода с 55 часов до 80 часов а также этот механизм тоньше на 15 процентов предыдущих хай битов от компании сейка его высота составляет 5,18 миллиметра давайте поговорим о габаритах модель получилась вообще не крупная диаметр корпуса составляет 40 миллиметров высота 47 миллиметров толщина 1,7 миллиметров что еще раз повторюсь меньше чем других хай битах максимальный размер браслета в сложенном виде со всеми звеньями 19 сантиметров если рука крупнее то необходимо докупать звенья не совсем уверен подойдут ли данные часы людям с крупным запястьем таким образом часы выглядит на руке запястье 17 сантиметров по толщине тоже посмотрите но с другой стороны если у вас крупное запястье вы вполне можете себе позволить эту модель она является классической а как известно в классике будильнике не в моде остается добавить что водозащита составляет 100 метров заводная головка при этом закручивается что безусловный плюс поскольку часы не дешевые и случайная протечка будет ну просто очень досадный давайте вернемся к циферблату и некоторые выводы подведем серебристый циферблат серебристый корпус часов пожалуй в дизайне очень сильно выделяется синяя вороненая стрелка подходит она сюда или нет решать вам но я думаю если бы она была стальная полированная то часы были бы немного скучные стрелки стальные полированные без люминофора но при этом они не сливаются с циферблатом и даже под разными углами зрения время читается хорошо небольшие выводы по часам друзья знаете сказать успешны они или нет можно по тому жиотажу который сейчас творится на рынке по данной модели вышли они в буквально месяц назад в каждом часовом магазине японии было всего лишь по одной штуке и очередь сейчас за этими часами на 45 месяцев вперед это сто процентов люксовое предложение от компании сейко конкурент многим известным швейцарским брендом не только по цене не только по ажиотажу в магазинах по очередям но и по качеству в том числе причем когда мы говорим о качестве можно с уверенностью говорить эти часы стоит больше чем за них просят хотя стоят они напомню 10 тысяч евро на этом все всем спасибо до новых встреч пишите ваши комментарии всем жму руку крепкого здоровья носите самые лучшие часы всем пока и ну и и и